Два человека погибли в автомобильной аварии на Рижевском тракте. Трагедия произошла накануне, в четвертом часу дня, в 20 километрах от города Реж, в районе станционного поселка Костаусова. На узкой, плохо очищенной от снега и обледеневшей дороге столкнулись два однотипных легковых автомобиля – Hyundai Solaris. По предварительным данным, причиной лобового столкновения стал выезд белого Solaris навстречу. Судьба водителей и пассажиров второго Solaris менее печальна, но также тревожна. И если состояние 60-летней женщины водителя врачи оценивают как, цитата, «ближе к удовлетворительному», то здоровье двух ее внучек, 5 и 11 лет, вызывает беспокойство. Младшая из девочек перевозилась в детском удерживающем устройстве, однако после доставления в Рижевскую районную больницу ей потребовалась операция. Старшую же 11-летнюю девочку сотрудники Центра медицины «Катастроф», примчавшиеся на помощь своим коллегам и вовсе в тот же день перевезли из Рижа в Екатеринбургскую детскую городскую больницу номер 9, считающуюся лучшей в регионе по лечению детских травм. Прямо на месте ДТП инспектора ГАИ выявили и зафиксировали недостатки в зимнем содержании проезжей части, выразившейся в обледенении асфальта, заужении ширины дороги и колейности. Снега в этом районе накануне не было, а значит у дорожников было время устранить эти недостатки, чего сделано не было. Тем не менее, гололед, по мнению гаишников, стал лишь сопутствующим трагедией фактором. Правила дорожного движения не ограничивают езду по таким дорогам, но возлагают на водителя обязанность в выборе скорости, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям. Помимо несоблюдения этого требования, водитель белого Соляриса, 52-летний мужчина, допустил еще ряд нарушений. Вероятно, он не пользовался ремнем безопасности, потому что вылетел из-за руля на дорогу еще до момента остановки своей машины. Если подушка безопасности его 49-летнего пассажира сработала, то водительская подушка, если она, конечно, была в его автомобиле, осталась не раскрыта. Впрочем, пассажиру не помогла и подушка. Также, по данным ГАИ, виновник аварии, житель города Среднеуральска, вообще не имел права находиться за рулем. Имевший 19-летний водительский стаж мужчина, в 2019 году был лишен права управления автомобилем на 5 месяцев. Срок этого лишения давно истек, но для получения прав среднеуралец должен был пересдать экзамен в ГАИ, чего он не стал делать. И последние три года ездил без прав. В каком состоянии он находился за рулем во время аварии, имеется в виду опьянение или трезвое состояние, будет установлено позже по результатам, назначенной следствием химико-токсикологической экспертизы. Водитель второго Соляриса, 60-летняя Режевлянка, была трезва, что и смогла подтвердить, пройдя на месте процедуру освидетельствования. Проверку обстоятельств этой дорожной трагедии также начала прокуратура города Реж. В частности, надзорным органам будет дана оценка работы дорожных служб по содержанию Режевского тракта, где автомобильные аварии в последнее время происходят каждый день и не по разу.